Здарова! Вы на канале Арси Дабак, с вами я Дэн, и сегодня мы едем возрождать и поднимать с колен Арси Дрифт в Москве. Погнали! Небольшое такое каратенечкое введение в наш сегодняшний видос. Друзья, я надеюсь, что вы в курсе о том, что случилось с клубом Дрифтленд. Если же вы вдруг не в курсе о какой-то причине, то посмотрите предыдущее видео, вам станет все понятно. На данный момент получилась такая ситуация, что у нас нет вообще никакой трассы, вообще в принципе, где собирался бы народ, не говоря уже о крытой сковром. Была такая задумка сделать в массовом месте, в каком-то общедоступную трассу, нарисовать хорошую конфигурацию, сделать отдельно группу ВКонтакте, где бы люди могли общаться, договариваться о том, чтобы встретиться на этом месте, ну и так далее. Там бы уже закрутилось, появились бы новенькие, начали бы кататься все на любых моделях, неважно, РВД, АВД, КС, не суть. Главное, чтобы катались, народ смотрел, узнавал, подходил, спрашивал, мы им рассказывали, что это стоит не 35 тысяч плюс войти, а можно и за десяточку, в принципе, войти, чтобы попробовать уже попроще, полегче звучит. Народ бы подтягивался, постепенно бы переходил в более интересный класс РВД. Ну и, короче говоря, вот такая вот мешанина бы завертелась, закрутилась, было бы интересно, было бы больше людей. Время пришло, надо начинать, на улице сейчас плюс 12 градусов, суббота я выдвигаюсь к клубу Дрифтленд, для того, чтобы встретиться там с моими товарищами, которым отдельный респект за то, что они решили подъехать, помочь перевезти все, что у меня там лежало, все, что накопилось, ковры и так далее, в другое место, где пока что это будет храниться. Мы останемся там же и начнем рисовать трассу на асфальте. Мне удалось договориться с представителями администрации по поводу того, чтобы сделать для нас трассу на асфальте. Мы ее сделаем, начнем катать. Сегодня рассчитываю, что приедет много народа, потому что от этого также будет зависеть возможность появления рядом с этим местом ковровой трассы, закрытой, ну, на постоянной основе, чтобы было где катать зимой. Ну, в общем, погнали, что я рассказываю, сейчас все вам покажу по пути. Будет такой вложик сегодня. Вперед! Я доехал до бывшего Дрифтленда, стою около закрытых дверей, пока что не пускают, потому что, типа, завхоз какой-то там должен появиться, прийти, чтобы мы не украли важное школьное имущество, которого там, в принципе, нет. Это герои сегодняшнего дня. Помашите ручкой. Это, так сказать, те люди, немногочисленное количество, но все же неравнодушных, которые отозвались, приехали, вот, помогают, сейчас будут помогать перевозить на своем личном авто. В транспорте за свой личный бензин, а школа переживает, чтобы не спиздили стол. Искренне надеюсь, что это не затянется на 30,5 часа, потому что времени, в принципе, в обрез. Мы дальше едем строить новую трассу. Оперативная съемка. Ребята, которые занимались и катали, в первый раз попадают в Дрифтленд, и сейчас увидят, что от него осталось. Эмоции какие? Есть какие-то эмоции? Да. Исто? Я не выяснился. Кто почеток спрошли? А где все? А где ковры? Пошли! Теперь покажу, как сложили наш клуб. Вот так выглядит Дрифтленд теперь. Вот, собственно, это он. Ну, а вот в таком состоянии теперь наши ковры. Причем все парни открыли. Короче говоря, а те, кто это все срывал и складывал, даже не удосудились отклеить ограждение, и теперь вот такая жопа. Я даже не представляю, возможно ли это как-то расправить. Ну, ладно, тоже, ребята, сложили. Не будем терять надежды. Попробуем что-то с этим сделать. Это тело того ублюдка, который запретил Дрифтленд. Мужики, на помойку несем или кто? В мусор его, да? Правильно. Я обещаю, это видео никуда не выйдет. Я просто, ну, на память. Можете его сжечь. Ну все, погрузились вот сзади, ребята. Сейчас ожидаем наших главных помощников, у которых был Ларгус. И едем в новое место. Так, наша новая площадка предположительно будет здесь. Сейчас мы все подлетем. Остатки, наверное, старых раскрогать не будем, но что-то только сделал. Леха руководит. Ребята сейчас тоже будут помогать. Получается у нас, в общем-то, вот такая движуха. Частично там уже шопкорсы катают. Вот парни что-то чинят. Вот наши господа, основные, делают конфиг. Здесь все USB на месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем-то, вот что у нас получилось. Получилось все очень круто. Это одна конфигурация для тренировок парных заездов, специально для двух участников. Это замкнутая круговая трасса, на которой можно классно весело наваливать боком. Вот, все это рабочее, все проверили. Те, кто планировали конфиг, помогали ее рисовать. Машите ручками, ребята. Всем привет. Здорово. Это те, кто делают историю RC-дрифта современного. Дрифтленд Стрит начинает свое существование. Вот так вот просто феерично мы врываемся. Сегодня приехали ребята, помогли сделать конфиги. Я сейчас кратко вас ознакомлю с тем, что здесь есть. Трасса вот, она сверху выглядит таким образом. Старт происходит вот отсюда. Здесь разгоняемся. Постановка в бордюр. Кис-зэ-волл. Проезжаем дальше. Перекладка. Еще раз. Кис-зэ-волл бордюрчика. Выходим наверх, затягиваем. Сюда. Сюда. И финиш. Трасса закольцованная. Собственно, вот он. Новый конфиг. Два новых конфига. И это круто, ребята. Это означает, что мы продолжаем движение и будем работать дальше над всеми этими делами. Здесь будут проводиться соревнования. Это точно. И я очень надеюсь, что именно эта конфигурация, именно это место станет на это лето культовым. И все начнут приезжать сюда. Так что, братцы, welcome. Приезжайте катать в любое время. А в группе Driftland Street вы всегда найдете объявление о том, когда в следующий раз мы встречаемся. Вот. Все. Угла вам и добра. Угла вам и добра.